Кем быть, космонавтом или художником, он пока не решил. Первоклассник Тимофей Акинфеев на школьной линейке в первых рядах. В рюкзаке, что за спиной, обещает приносить только пятерки. Хочу быстрее пойти в школу, потому что ты там получаешь знания. Ты умеешь писать, читать, стихи рассказывать. Концерт, выступление малышей, передача ключа от школы старшим поколениям младшему. И, конечно, традиционный первый звонок. Уже в классе Никита Костин признается, это самый торжественный момент в его жизни. Чувства переполняют. Гордость за нее и обиду за себя, что это последний мой год в школе. Не хочется уходить отсюда. Вот так сегодня выглядят оценки современных первоклассников. У меня в руках пятерки, радостные смайлики, которые теперь будут улыбаться в ученических тетрадках. Запечатлеть юных школьников за партами, нарядных и с цветами, родители бросились гурьбой. Ребята улыбались и позировали. Чтобы такой блеск в глазах детей сохранился на все 11 лет, в 85-й школе уверены, главное с ними подружиться. Ученик старается изо всех сил, он выводит эти крючочки-палочки, даже если у него не получается, это не потому, что он не прикладывает массу усилий, а просто потому, что пока еще не пришло время. Поэтому самое главное быть добрее к детям, поддерживать их инициативы и не сильно ругать за проступки. В День знаний ученики 85-й школы ступили на порог обновленного здания. К 1 сентября в городе готовились основательно. Мы очень серьезно подготовились. Так или иначе, в 130 школах города прошел ремонт, благоустраивались спортивные детские площадки. Ребятам будет учиться комфортно, и я надеюсь, что это отразится на их оценках. Сами школьники шутят, хоть День знаний и праздник, тяжесть гранита науки не дает расслабиться. Алина Чемерис, Дмитрий Мешканцов, События.